Из невежества возникает отсутствие самоконтроля, и человек постоянно подвергается ударам желаемого и нежелаемого, а также мыслям типа «я достиг этого, но еще не достиг того». Все это лишь усиливает заблуждение, и из него возникают психические проблемы. Физические болезни вызываются невежеством и последующим отсутствием умных ограничений, что приводит к неправильному питанию и дурным жизненным привычкам. Другими причинами являются несвоевременные и нерегулярные действия, нездоровые привычки, дурное общество и плохие мысли. Они тоже вызываются ослаблением центров или их загрязнением, мешающим свободному току энергии или жизненной силы. И, наконец, они вызываются нездоровым окружением. Все это, несомненно, определяется результатами прошлых действий, выполненных в ближайшем или далеком прошлом. Все эти психические нарушения и физические болезни возникают из пяти элементов. Я теперь расскажу тебе, как они прекращаются. Физические болезни бывают двух видов – обычные и серьезные. Первые возникают из каждодневных причин, а вторые – врожденные. Первые могут быть исправлены ежедневными корректирующими усилиями и изменением состояния ума. Но вторые, то есть серьезные болезни, а также психологические проблемы, не прекращаются, пока не достигается самоосознание. Сама осознание прекращает все физические и психические проблемы. Физические проблемы, которые не являются психоматическими, могут быть исправлены лекарствами, молитвами и верными действиями, а также ваннами. Все это описывается в специальной медицинской литературе. Рама спросил «Молю тебя, расскажи, как физическая болезнь возникает из психической и как с ней бороться немедицинскими методами?» Васиштха продолжил «Когда творится неразбериха в голове, человек не видит четко свой путь. Неспособный увидеть путь перед собой, он его теряет. Жизненные силы взволновываются от этой неразберихи и текут беспорядочно через нервные центры. В результате некоторые центры лишаются энергии, а другие перегружаются и засоряются. Затем возникают проблемы с метаболизмом, перевариванием, излишним аппетитом и неверным функционированием пищеварительной системы. Съеденная еда превращается в яд. Естественное движение пищи в теле останавливается, и возникают разные физические болезни. Так психические проблемы приводят к физическим. Как слабительное лекарство вызывает очищение кишечника, так и определенные мантры могут иметь такой же эффект. Другие методы – это чистые и благородные действия, прислуживание святым людям и т.д. Таким образом, ум становится чище, и в сердце рождается радость. Жизненные силы текут по центрам так, как следует. Пищеварение становится нормальным, и болезни прекращаются. В практике пураки – вдоха. Если кундалини у основания спины наполнено и остается в состоянии равновесия, тело остается прямым. Затем с помощью удержания дыхания все центры прогреваются, а кундалини поднимаются прямо вверх, и ее энергии наполняют все центры тела. Из-за этого эти центры очищаются и становятся легкими. Затем йоги получают способность путешествовать в пространстве. Когда кундалини поднимаются с помощью практик на расстоянии 20 пальцев от макушки во время выдоха и удерживаются там в течение часа, йоги видят полубогов и совершенных небожителей, которые обитают в пространстве. Рама спросил, как можно с помощью человеческих глаз увидеть небожителей? Васиштха сказал, «Воистину, никакой смертный не может увидеть небожителей своими человеческими глазами. Но глазами чистого интеллекта их можно увидеть, как во сне. Небожители способны выполнять желания. Видение небожителей не отличается от сна. На самом деле, единственным отличием является то, что эффект видения бывает продолжительным». Опять-таки, если человек способен удержать жизненную силу на расстоянии 12 пальцев над головой довольно долгое время, жизненная сила получает возможность входить в другие тела. Эта способность присуща жизненной силе. И хотя она, по сути своей, весьма неустойчива, ее можно сделать устойчивой с помощью практик. Так как невежество, окутывающее все, нематериально, такие исключения, то есть необычные события, часто видны в движении энергии в этом мире. Несомненно, все это, воистину, только Брахман. Многообразие и разнообразные функции являются только фигурами речи. Как день состоит из дня и ночи, так индивидуальное сознание характеризуется сознанием и инертностью. Огонь и солнце символизируют сознание, а луна символизирует тьму или инертность. Как, когда солнце светит на небе, на земле пропадает тьма, так, когда видится свет сознания, пропадают тьма невежества и циклы творения. И если луна, то есть тьма невежества или инертности, видится, как она есть, сознание осознается, как единственная истина. Свет сознания оживляет инертное тело. Сознание, будучи неподвижным и недвойственным, не осознается, но оно может быть осознанно через свое собственное отражение, то есть тело. Сознание, осознавая себя, обретает или создает весь мир. Когда подобная объектификация прекращается, остается освобождение. Прана является жаром, а Пана – прохладной луной. И оба они существуют в одном и том же теле, как свет и тень. Свет осознания и луна описания приводят к ощущению. То, что обозначается солнцем и луной, и существует с начала творения мира, также существует и в теле. Орама, оставайся в состоянии, где солнце поглотило луну. Оставайся в состоянии, в котором в сердце луна слилась с солнцем. Оставайся в состоянии, в котором осознается, что луна является отражением солнца. Познай объединенные солнце и луну в себе. Внешние феномены совершенно бесполезны. Васиштка продолжил. Кундалини действует в качестве жизненной силы в теле, созданном из пяти элементов. Та же самая сила, называемая по-разному кундалини, обусловленность, ограничение, ум, индивидуальное сознание, движение мысли, интеллект и чувство эго, потому что она действует как высшая жизненная сила в теле. Как Апана, она постоянно течет вниз. Как Самана, она обитает в солнечном сплетении. И как Удана, эта жизненная сила поднимается вверх. Из-за этих сил система сбалансирована. Однако, если течение вниз чрезмерно и силы, стремящиеся вниз, не задерживаются верными усилиями, наступает смерть. Если движение жизненной силы регулируется так, что она не идет ни вверх, ни вниз, наступает состояние постоянного равновесия и в нем преодолеваются все болезни. Если плохо функционирует вторичный центр, Наде, возникают легкие недомогания. Но если вовлечены главные центры, болезнь становится серьезной. Рама спросил, что такое болезни и психические расстройства, и что такое дегенеративные состояния тела? Молю тебя, расскажи мне об этом. Басиштха продолжил. Адхи и вьядхи источники страданий. Избегание их счастья, их прекращение освобождения. Иногда они возникают вместе. Иногда появление одного вызывает появление другого. И иногда они следуют друг за другом. Физическое недомогание называется вьядхи, а психическое нарушение адхи. И то, и другое вырастает в невежестве. Они прекращаются, когда достигается самоосознание или знание истины. Субтитры создавал DimaTorzok